Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим аналитический контент по разным финансовым инструментам. Думаю, что каким бы сегментом и сектором рынка вы не интересовались, точно найдете интересную информацию прежде всего для себя. Мы всегда открыты к предложениям, поэтому если есть особая потребность с вашей стороны, чтобы мы что-то улучшили, что-то добавили, что-то изменили, дайте нам об этом знать. Ну что ж, сегодня по повестке экономического календаря обратить внимание стоит только лишь на отчет по штатам, первичные заявки на подсобие по безработице. Но его тоже переоценивать не хочется, потому что это все-таки не отчеты DPI, не non-farm peril. В целом мы имеем четкое представление, как обстоят дела сейчас с американским рынком труда, поэтому релиз еженедельного формата. Это так для общей картины. Я не ожидаю, что сегодня он приведет к каким-то мощным движениям. Но в целом на рынках сейчас скучать не приходится, вы сами все прекрасно увидите, владельность остается на очень высоких значениях, мы к ней были готовы, мы ранее определились с трендами и каждую неделю, каждый день обращаем внимание, изменился ли новостной фон настолько, чтобы мы отказались от наших прежних целей по европейской валюте, по британству, по рынку нефти, по индексу доллара, по американской фонде. И надеюсь, если вы внимательно слушаете меня на моих ежедневных брифингах, не пропускаете выпуски, знайте, что новостной фон не изменился. И мы по-прежнему выступаем за те тренды, которые были обозначены в качестве приоритетных еще несколько месяцев назад. Рынок нефти, давайте начнем с него, 111 долларов за баррель мы видим в моменте. Очень важное событие грядет, это конец этого месяца, 30 и 31 мая, саммит Европейского Союза. Он интересен прежде всего тем, что на нем будут обсуждать новые инструменты воздействия на российскую экономику, шестой пакет финансо-экономических санкций, который должен включать и точно будет включать ограничения на российский аналитический сектор. Это так называемая аналитическая эмбарго. Ранее, как мы помним, такие меры уже были приняты властями США и Англии. Саммит ЕС и фактическое решение об эмбарго будет иметь очень далеко идущие негативные последствия для всего аналитического сектора, точнее для продавцов нефти, потому что при таком раскладе котировки Brent и WTI выйдут на новые локальные максимумы. Лучше сказать, что последующий рост нефти будет иметь негативные последствия для мировой экономики, потому что следом за ростом цен на нефть подтянется инфляция, инфляция приведет к снижению доходов населения регионов мира. Это отразится на потребительской активности, спросит и в конечном счете приведет всю мировую экономику к рецессии. Будет ли анонсирован пакет экономических санкций? Я не знаю, друзья, но есть высокая вероятность того, что будет. И некоторое время назад мы пытались с вами понять, что произойдет с нефтяным сектором России, то есть прекращение поставок США в Англию и отказ некоторых европейских партнеров покупать российские нефтепродукты за репутационных рисков стало причиной того, что производство нефти в России снизилось почти на 1 миллион баррелей в последний месяц. Если эмбарго тотальное со стороны ЕС вступит в силу, то производство нефти снизится еще на 3,3,5 миллиона баррелей. Соответственно, к концу этого года Россия будет добывать 9 миллионов баррелей в сутки. Это минимальное значение с 2000 года. И здесь нужно уже загибать пальцы. Нехватка предложения, консервативная позиция страны ОПЕК+, которая не торопится увеличивать объем нефтедобычи и снятие ковидных ограничений. В Китае, в частности, в Шанхае в начале этой недели сообщил о том, что с конца этого месяца отменяет практически все введенные ранее ограничения. Это априори будет способствовать восстановлению экономической активности и более высокому спросу. Поэтому очень хорошие возможности для того, чтобы сейчас присмотреться к рынку нефти и поставить на дальнейший долгосрочный рост. Европейская валюта 1,0502. Я считаю, что существенно выше уровня 1,0550. 1,06 мы вряд ли пройдем, потому что все-таки фонд такой уж негативный для стран Европейского Союза. Рецессия, которая прогнозируется стахфляция, если быть совсем точным, укрепление курса американского доллара, куча слабых макроэкономических отчетов, серьезное расхождение доходности облигаций, показатели доходности немецких бумаг и, соответственно, американских. Это все пока располагающий фонд к тому, чтобы от коротких позиций не отказываться. Британская валюта 1,2387 больше 150 пунктов. Минусом в рамках вчерашней торговой сессии. Мы на это с вами настраивались, то есть ждали отчет по инфляции, были практически уверены, что этот отчет станет еще одним доказательством серьезных экономических проблем английской экономики. И фонд на это должен был бы логично отреагировать снижением. Так оно и произошло, друзья. Индекс потребительских цен в прошлом месяце достиг 9%. Это максимальный показатель за 40 лет. Это максимальный показатель среди всех развитых стран. И это всего лишь на 1% ниже от того уровня, при достижении которого мы бы говорили о галлопирующей инфляции в Англии. То есть о двузначных значениях. Это, конечно же, нонсенс и парадокс, чтобы в 21 веке развитый рынок, развитая страна имела дело с такой инфляцией. Но есть то, что есть. Риски высокой инфляции, которая вышла из-под контроля, с которой не может справиться Банк Англии, сам регулятор уже говорил, признавал, что пока рассчитывает на чудо, потому что не может активнее повышать процентную ставку, потому что это еще больше застоплит экономическое восстановление. Мы с вами ранее приняли верное решение зашортить фонд, потому что с учетом таких действий, точнее отсутствия каких-либо действий от Банка Англии, нежелание дальше повышать процентную ставку зашкаливающий индекс потребительских цен, который снижает еще больше уровень доходов населения, приближает рецессию. Здесь один только путь вниз. Американский фондовый рынок 3930 пунктов, тоже, как и ожидали, снижение. Ранее я еще приводил вам прогнозы и цели от инвестбанков, тоже вниз. Цели по S&P, наши ближайшие, 3800 пунктов. Биткоин пойдет следом, цель 25 тысяч долларов. Соответственно, по другим финансовым активам, индекс доллара 103,64 локального восстановления возобновился. Рост доллара опирается на сильный фундаментальный фонд, сильную статистику рыночной продажи промышленного производства, придраться не к чему. Выступление Павла на мероприятии, организованном Wall Street Journal, соответственно, тоже комментарий о том, что политика останется исключительно жесткой. Американский регулятор может пересмотреть темпы роста процентной ставки только в том случае, если получит убедительные доказательства снижения индекса потребительских цен. Их сейчас нет. Поэтому Павел повторил, что в июне-июле ставка будет повышена на 50 байсных пунктов. И не нужно сомневаться, что это решение будет принято, даже несмотря на то, что оно в конечном счете может привести к росту уровня безработицы. Я, друзья, не знаю, какие вам еще нужны доказательства подтверждения того, что политика будет только становиться все жестче. Это будет приводить к еще большему росту доходности американских облигаций и, соответственно, поддерживать курс американского доллара. Ждем закрепления индекса выше 104 пунктов и потом уже обновления 20-летних максимумов выше 105 пунктов. И по золоту 1816 долларов за тройскую унцию. Показатели Кайманной и индексы рыночных настроений лично мне пока не дают возможности и условия отказаться от этой короткой позиции. Я считаю, что очень заманчиво еще снижение вниз, поход вниз по этому инструменту и потенциальный тест даже уровня 1770-1760. 50 долларов с текущих уровней. Понимаю прекрасно, что золото очень сильно уже просело и есть вероятность отскока и серьезной восстановительной коррекции. Но, друзья, иногда на финансовых рынках нужно принимать решения, оперируя к большему количеству факторов и аргументов. В данном случае фундаментальный фонд за снижение индекс рыночных настроений. Это, по сути, психология за снижение. Большинство факторов за то, что можно еще попытать удачу в короткой сделке, и я это, собственно, и буду делать. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.